Фермер одного из сел Нанайского района Хабаровского края много лет занимается разведением лошадей якутской породы. Животных он к себе в регион привез еще в 88-м году из Чурапчи. Сегодня, благодаря раздаче дальневосточного гектара, развитие коневодства видится как одно из перспективных направлений. Репортаж нашего СОПКОРа в Хабаровске Стаса Михайлова. Так, по приказу местного исполкома Роберт Александрович в 1988 году выбрал 20 лошадей в Чурапчинском улусе и прилетел с ними на вертолете в родное село. Троицкое – развивать табунное коневодство. Хоть это для него было в новинку, но с лошадьми он был хорошо знаком. Предки Роберта Александровича, сибирские крестьяне, всегда занимались лошадьми. Лошадей, конечно, я очень любил и люблю. И выбирал лошадей, которые люди уже все, от рук они отбились, работать не хотят, урос. Обучишь и ездишь. Лошадь, которая битьем никогда ничего не добьешься. Когда ты ее переломал, она стала. Это надежный друг. Но после развала СССР промхоз закрыли. Своих лошадей Роберт Александрович забрал на свою землю и так живет с ними по сей день. От прежнего табуна, правда, осталось 11 голов. Времена были разные, тяжелые. Особенно подкосило хозяйство наводнение 2013 года. Но коневод не теряет оптимизма и считает это дело перспективным. Видите, они какие-то правные. Мясо якутских лошадей. Самое лучшее. Жеребятина молодая. И поэтому есть смысл, я считаю, есть смысл заняться разведением именно якутов. Глядя на него, местные фермеры тоже подумывают о коневодстве и смотрят в сцену. Субтитры создавал DimaTorzok